привет всем охотникам сегодня я вам хочу рассказать как безошибочно определять наличие зверя в лесу и где его искать какую роль в этом играет вязкость собак как рамотно использовать данное качество откуда начинать охоту охоту необходимо начинать с лаза зверя что такое лаз зверя это то место которое зверь постоянно пересекает лазов зверя на лесном массиве может быть несколько но их немного особенно немного тех мест где сходится 6 8 10 троп для того чтобы грамотно экономить свои силы и силы своих собак вам нужно эти места знать эти места возможно сейчас меня немногие поймут я это рассказываю для тех людей которые стремятся стремятся к охоте к охоте с собаками к охоте на зверя там медведь кабан без разницы назвали для звера но стремятся к зверовым охотам и к серьезным собакам на больших лесных массивах численность зверя невысокая как правило как правило много волка фактор беспокойства волк это очень сильный фактор беспокойства и зверь двигается зверь у нас всегда привязан к кормовой базе но как на большом лесном массиве ты же не будешь ты же не можешь всю все весь массив обойти ногами там там за день да и одно дело ты начал охоту тебя собаки быстро подняли зверя да там мог первые часы и другое дело когда у тебя собаки уже измотанная целый день охоты и они поднимают вечером зверя шанс его добыть уже невелики потому что собаки устали ты сам устал в общем что делать приехали вы в лес да большие лесные массивы там где нету проездных дорог приехали в лес пошли с собаками собаки вот здесь подняли зверя зверь пошел вот течет там ручей речка течет вот болото лесной массив зверь пошел раз пересек вы посмотрели по навигации где он пересек в следующий раз вы пошли допустим ну а дороги так как бы заходите вы пошли у вас здесь собаки подняли звера зверь тоже пошел раз пересек всегда наблюдайте наблюдайте как идет зверь он будет уходить крепкими местами будет стремиться уйти в крепкие места потому что он если это местный зверь он здесь родился здесь его водила мать она уводила его в места где можно оторваться от волка ну и все прочее то есть он знает как ему остаться в живых вот приехали отсюда пустили здесь собак здесь подняли зверя зверя пошел тоже перешел вам необходимо попасть в это место как правило в этих местах сходится много троп бывает 6 8 10 но таких мест немного немного даже на больших участках леса немного там где сходится 6 8 10 троп но там нам но на 15 тысяч гектар может быть два таких места будут места там где сходится там 4 троп и 5 строк но чтобы сходилось там 6 8 10 это немного это я вам точно говорю так вот начинать охоту вам нужно слаза зверя вы приехали пошли идете на лаз зверя собаки подняли не подняли неважно вы идете на лаз зверя для чего вам сюда нужно попасть по лазу зверя вы четко определите если вы охотитесь на кабана вы четко определите ходит там сикач 1 2 3 сикача там ходит ходит там стада либо нет пришли нету живых троп нет живых троп все заросло вам на этом участке леса делать нечего вы бесполезно потратите свое время силы и силы своих собак значит зверя нужно искать в другом массиве либо в другом участке леса он перешел туда ближе там к кормовой базе либо я еще как если волки пришли даже если сильная кормовая база зверю ходит зарастает лаз зверя ты приходишь нет и ты видишь что здесь есть волки лаз зверя вам все расскажет вы пришли на лаз зверя определили есть здесь зверь если он есть то вы до безошибочно определите куда он пошел в какую сторону пошел сюда на болото все двигайтесь на болото искать его нужно на болоте смотрите следующего следующий переход ход ушел он дальше либо нет собаки вас поднимут пошел в эту сторону значит двигайтесь туда не надо бегать вот так допустим потому что на участке леса в этом участке леса может зверя и не быть вообще вот как мы тоже приехали в прошлом охотничьим сезоне нам рассказали что там кабанов там тьма вот едьте туда приехали орлика пригнали ну что я сходил там за там три или за четыре километра пришел на лаз зверя там все заросшее там пусто нечего из его здесь искать все нет зверя нет хотя сказки вам рассказываю что там зверя столько что эльдорадо не верьте всегда проверяйте все сами конечно этот лаз зверя его не просто определить его не определит бригадный охотник его не определяют те люди которые ездят тут бывает там с бригадой приезжаешь ну не поднимают там собаки и начинают там собаки нерабочие это не то что собаки нерабочие просто организатор охоты не знает как правильно организовать охоту ну нету в это время сейчас в в этих участках леса зверя нужно искать в другом месте а если бы он знал у вас зверя приехали да там потратили время сходили но было бы уже все понятно стоит ли на этом участке там на 5 либо на 10 тысячах гектар делать вообще загоны есть в этом какой-то смысл либо нету если вы там допустим на кабанах оси и точно так же будет и медведь я там не у меня нет большого опыта вернее он там вообще единичный да там охота на медведя но то же самое зверь не бегает по всей тайге у него есть свои тропы у него есть свои переходы всегда есть какие-то узкие участки но но не будет плыть зверь там три километра озера переплывать а там ну такие озера там будь здоров ему что проще переплыть там 30 50 метров либо три километра плыть он будет четко знать где пороги где переходы и что я вам еще хочу сказать медведь и волк они все знают лаз зверя почему потому что они там будут устраивать засады они там перехватывают зверя вот я как-то углубился в изучение волка у волков охоту ведет не всегда там матюр либо волчица организовывают охоту тот кто лучше себя проявил в подобных условиях но в этих условиях и в этой местности он и является организатором охоты и волки разделяются одни пошли от кто тропил волка особенно зимой там видно как они идут рад идет пять волков там вообще как бы ну по снегу бывает тяжело определить там три прошло либо 7 волков они стараются идти след вслед и вот они идут раз болото два разделились пошли а там три четыре пять волков пошли и ты уже смотришь направление когда ты знаешь вот этот лаз зверя ты же понимаешь куда они пошли они пошли на лаз на лаз зверя если зверь будет поднят он все равно сюда придет точно так же и вы должны мыслить как зверь когда вы начнете мыслить как зверь тогда вы начнете понимать как он уходит почему он так уходит в общем такое вот я вам рассказал сегодня для тех охотников то начинает стремиться к охоте мало кто знает зачастую приезжают люди как бы начинают этот огромный лес топтать ну что его топтать ты знаешь что в этом лесу если ты приехал на кабана охотиться знаешь лаз зачем тебе лес весь топтать ты сходил посмотрел все понятно вот и все и вы точно будете знать и таким образом вы будете определять как ваши собаки работают а когда ну вы приходите лаз живой абсолютно живой стадо сюда пошло стадо сюда пошло там сикач перешел пошел а ты собаками пришел они мало того что здесь ничего не подняли ты пошел пошел и там ничего не поднимают ну бывали случаи приезжали охотники ходили все живое поднять не могут а потом рассказывают о том что там зверя нету вот это ваш индикатор безошибочного определения наличие зверя и где его искать что еще хочу вот ответить владимиру я его не знаю мы видно человек возрасте там занимается собаками там целые такие петиции мне там по написал написал но владимир я вижу как бы но у меня нет черного и белого я всегда есть понимаете ну то это с опытом как бы то нужно видеть и все прочее я если же мы говорим о том чего нужно начинать у лайководстве да но нужно не с не состязаний не с испытаний начинать не там надо наводить порядок первую очередь в первую очередь необходимо навести порядок в учете собак учет собак это очень важный момент не всегда в родословной вы найдете истинное происхождение вашей собаки я поэтому и говорю что ребята всегда думайте у кого и что вы покупаете вы забываете один важный момент не не всегда родословная от этой собаки не всегда и поэтому там нечего смотреть это липа есть и такое украли собаку родословную подставили щенки родились внеплановая вязка родословную подставили у кого-то там сдох щенок дал хоп туда-сюда да есть еще я просто не хочу про это все говорить почему важен учет и как его сделать родились щенки осмотрел выписали вам там 5 щенков 5 бумажек чипирование либо клеймене тогда вы точно будете знать что тот собака который вырос это его родословная который себя проявил это его родословная который себя не проявил тоже его родословная вот с этого необходимо начинать это мое мнение кино кинологам всем остальным это их личное дело поэтому я всегда беру собак либо я всегда стремлюсь для того чтобы оставаться с собаками вы всегда должны чутко знать что это точно этого собаки родословно это это основа всего это основа истинное происхождение собаки иначе потом у вас все будет пальцем в небо и вы будете гадать по ком работает по ком не работает когда будут истинные родословные тогда точно можно будет определять и строить какие-то там гипотезы теории или все прочее владимир вы меня тоже правильно поймите я не говорю что там не стоит там от полевых чемпионов про абсолютно есть разные собаки есть разные люди у разных людей у разных заводчиков разные подходы я я я сторонник того что собаки в первую очередь должны пройти лес лес у нас отфильтрует мы четко будем понимать поиск чутье возврат социалка интеллект собаки интеллект собаки это очень важно я как-нибудь про него расскажу не думайте что собаки это ничего не понимающие у него приоритет у собаки это обоняние они лучше вас определяют ваше состояние и даже ваше поведение они предсказывают ваше поведение как вы себя будете вести на охоте и как вы себя поведете в экстремальной ситуации вы сами еще не знаете хотя ладно в общем то другая тема в общем владимир моя точка зрения что необходимо начинать с учета учет это основа потом двигаться дальше а так мы будем строить там теории догадки по работают по ком не работают и вечно искать собак это я не говорю что это решит все проблемы я говорю с чего необходимо начать всем пока до встречи на охотах а И бандит сюда вышел, ну давайте посмотрим, что нам здесь расскажем. Вот у нас ходит статка, свиньи чешутся. Но дождь длил. Сейчас по следам мы здесь ничего не поймем, не разберем. Но то, что это живые купальни, это сто процентов. Сюда сходится много троп. Такие места, такие места хорошие. Вот по кругу чесальни и чесальни живые. Чесальни живые. Сюда должен приходить исикач. А почему он сюда будет приходить? Будет проверять все чесальни. Все чесальни. И для чего? Чтобы понять, пришла ли какая-нибудь свиноматка в охоту. Сейчас, вот в это время, стадо. Со стадом ходит основной сикач. И в радиусе полкилометра-километра ложатся еще такие сикачишки. В надежде, что им тоже что-нибудь перепадет. Сто процентов живое место, значит кабан в этих местах есть. Вот так и нужно проверять наличие зверя в угодьях. Пришли на такое место, если вы, конечно, знаете. Если вы знаете свой лес, знаете места. И проверили, живое оно или не живое. Если здесь все заросло. Купалин нет. Троп нет живых. Чесалин нет живых. В угодьях нету кабана. Можете на это не тратить время. Но здесь одно остаток. Судя по всему одно остаток. Вот ту часть они как бы даже и не трогают. А вот этой тропой они двигаются. Двигаются. Они двигаются вот здесь. Что вот здесь видите вода такая мутная. Мутная. Вот они там в грозе там качались. А там вода везде светленькая. Ну ушли. Ушли. Да. Ну то что они есть это уже радует. Будем двигаться дальше. Будем смотреть что к чему. Вон бандит уже круголя нарезал. Пришел. Ну что нету малыш. Они где-то на сухих будут на ельниках. Пойдем там проверим сейчас. Круг закрутим. Пойдем. Пойдем. Пойдем.